Фактически первый слайд я не менял с прошлого воркшопа, изменить только даты и номер нашего воркшопа. И даже вот эту картинку я взял из прошлой своей презентации, поскольку в прошлом году мы жили в рамках ДОП-соглашения, которые мы выиграли. И вот 31 декабря проект лаборатории королевизма на электронике завершился. Лаборатория, как сказал Николай Пселёнович, была создана на срок действия контракта. Ну и, соответственно, контракт с номером наукой закончился. Мне, правда, действительно 177 миллионов рублей потрачено и получено. 50 месяцев работы, поскольку у нас 4 года и 2 месяца в 10-м году. Ровно 50 месяцев работы прошло. И мы работали в рамках ДОП-соглашения. Там был набор формальных интерьев. Вы знаете, что сейчас жизнь вся фрагулизана. И мы должны в первую очередь отвечать тем требованиям, которые министерство сформулировало в соглашении, которые были подписаны, как вы видели, Дмитриев и Бузьмин. Ну, первое, мы должны были в прошедшем году привлечь не менее 30 миллионов рублей денег на деньги из этой лаборатории. Ну, вот видите, красным кружочком мы написали, что в отчет включили аж 2 раза большую сумму. Ну, сумма достаточно непростая. Здесь придется нам, по всей видимости, с мониторами поговорить, но мы на всякий случай сделали существенно больше. Здесь лежат не только те деньги, которые по факту университета финансировались. Дело в том, что тут есть некие значения. Все равно, в конечном итоге, все деньги бюджетные. А требования по-прежнему, варяне о том, что деньги должны быть небюджетные. Ну, подискутируем, что называется, с проверяющими. По крайней мере, сумма показана. Она составит в том числе... Я вам покажу, на что, так сказать, университет потратил деньги в следующем, так сказать, разделе. Но, если мы не отстоим эти наши, так сказать, показатели, то внизу написано, что университету придется вернуть субсидию. Правда, только за последний год. То есть 27 миллионов. Ну, немало. Серьезный формальный критерием был требование к личному присутствию приглашенного ученого в университете. Ну, собственно, Кузьмин подписался под этим делом и, несмотря на отсутствие денег, предпримал все усилия и выполнил, и даже немножко перевыполнил этот показатель. Видите, здесь вышло 133 дня по нашим поликуляциям. Значит, мы, так сказать, в этом показатель будем хороши. Дальше, значит, мы обязались за вами представить 8 публикаций, индексируемых в различных базах. Мы более чем значительно перевыполнили этот показатель. Оказалось, в первом коллективе опубликовано 24 статьи, причем 22 высокорейтинговые, там, для пофсайлицев, скопут, и еще 2, так сказать, индексированные в РИН, только в РИНСах. Но внимательное рассмотрение этих публикаций показало, что половина из них не имеет либо указания на ссылку, что работа выполнена при поддержке гранта, действительно, в прошлом году 14 ст. поддержки не было, стараясь находить деньги из других источников, либо нет ссылки на аффилиацию в МГТУ. Но, тем не менее, показатель выполнен, даже немножко перевыполнен, хотя, конечно, нам явно не было принять. Была проблема, связанная с заявками на патенты, полезные модели и программы, но как бы мы не сильно заморачивались этим делом, мы проегистрировали аж 4 программы, поэтому здесь тоже некое перевыполнение, определенное перевыполнение закрывает недоработку прошлого года. В прошлом году у нас был ПТЛЕ, а тоже нужно было ПТЛЕ, так что мы сейчас, как бы и по этому показателю, тоже надеемся, что это успешно. Формально существовало 8 научных задач, которых я чуть позже покажу. Дальше вот те задачи, которые же говорил Леонид Сергеевич, я не буду повторяться, расшифровывать это, отчет был сдан за 45 минут на падение флажка, вот эти все показатели мы туда привыкли. Запас был колоссальный. То есть мы дали на всякий случай 45 минут, чтобы случайно не рухнула система, потому что все сдавали отчет в последний день, в последний час. Итак, вот здесь вот эти 8 задач, 3 из них впрямую относятся к баллодерической тематике, и этими задачами лаборатория, как вам рассказала Леонид Сергеевич, занималась достаточно плотно, может быть, не всегда успешно. В последующие дни мы увидим доклады более детально и по всем этим темам. Я лично постараюсь сейчас осветить только те темы, которые, может быть, уже были отчасти наложены, может быть, не будут наложены нашими молодыми партнерами, поэтому я сейчас постараюсь подвижать достаточно быстро по этим всем нашим занятиям. Ну, вот здесь одна из картинок уже коллектива лаборатории, который сложился на прошлый год. И реально министерство в лице монитора приезжало, проверяло, так сказать, в первую очередь, что с оборудованием, что с кадрами. Оборудование закуплено много, и оно, в отличие от многих получателей бюджетных средств, эффективно используется, оно все работает. Ну, бывают проблемы, бывают поломки, но коллектив, насколько уже достаточно квалифицированный и компетентный, достаточно быстро занимается ремонтом, приведением училств от их всей опературы оборудования, так что здесь все более ничего. Ну, здесь есть и вот этот формальный кадровый коллектив, но он требует некое объяснение, которое я вам в последней части строки вам принеслю. Итак, кто же это за команда такая довольно большая и значительная? Ну, во-первых, с чем мы знакомимся, это все-таки есть четыре собственных человека, которые работают исключительно в лаборатории, в родителях. Тройовая их здесь, а тут их основной рабочий лиц. Ну, кроме того, есть еще некая группа студентов, которая периодически меняется. Ну, понятно, что где-то они приходят, уходят, но они тоже увлечены. Правда, вот здесь у меня есть претензии, которые я руководству уже нашептал на усом, но вот здесь есть Юрий Горьев-Бюро, который отчасти отвечает за это. Вот в этом году как бы студенты пришли не очень удачно. Студенты пришли, очень была маленькая группа, и никакого интереса ни к деятельности в лаборатории, ни к причебному процессу не имело. И я уже четыре года в этом образовательном процессе я впервые оскоромился, так сказать, неудобно. Потому что я так не стал не трогать. Все-таки это уже магистры, это уже люди, прошедшие ситрук наших коллег с физтехо, которые учили их физике, так сказать, на первых курсах. Но когда я не обнаружил даже следов знания школьной физики, ну тут уж вот мне пришлось ставить НИУ. Так что студенты, вещь неоднозначная, но она абсолютно необходима, и студенты, повторюсь, у нас в коллективе всегда есть. Вот сегодня их лент, сейчас, так сказать, идет сессия, поэтому, так сказать, они раздают экзамен, а некоторые даже уловят меня, чтобы перезнать. Дальше все-таки сложилось сотрудничество лаборатории с кафедрами двух факультетов политеха. Это с кафедрами Маруны и Раевского. Ну и если с Раевским мы сейчас работаем более плотно, даже когда, так сказать, радиофакт, что называется, разгонял кафедру Белова, мы все оказались на кафедре Раевского. Поэтому и Ваш вакторный слуга тоже, так сказать, сотрудники физики и техники оптической связи. Ну и, соответственно, мы здесь как бы даже больше прибиты. Связь с радиофактом немножечко у нас сейчас стала послабее в связи с уходом этого, так сказать, плеча, ну и с некоторой пассивностью командного рулета в последнее время. Ну, более-менее понятно, что прошлый год стал гравитическим частью денег, а когда нет денег, всегда сложнее людей привлекать. Поэтому здесь вот есть еще некие аспиранты, которые имеют внешнюю филиацию. Понятно, что когда мы перестанем платить существенные деньги, они оставались аспирантами. Тот же Леша Шишов, тот же Павел Большаков. Они имеют, так сказать, свое место работы, где им платят деньги сейчас. И поэтому их активность на нашем поле, тот же Рейнен и Статьеврем. То есть это наши аспиранты, с одной стороны, но они, как бы, так сказать, не все время здесь есть, и не на 100% у нас. Ну, скажем, в отличие от того же Антона Мухина, который, так сказать, имеет именно эту позицию. Что еще? Еще у нас с вами фактически лаборатория стала неким центром коллективного пользования для исследователей из других учреждений. В первую очередь имеют институт прикладной физики, институт физики микроскруктур, ИРЭП, САОФ, РВУ и ФИАН. По сути дела, сотрудники этих учреждений активно взаимодействуют и внутри, и вне, и используют как то оборудование, которое у нас есть, так и те кадры, которые мы растим сообщаем. Поэтому это некое, так сказать, синергетическое явление, которое, видимо, оформленным образом в ближайшее время, так сказать, и формальным образом, поскольку такая форма существует, это так называемый ЦКП, такая форма поддерживается министерством, и я надеюсь, что мы это сумеем и сентяризировать. По крайней мере, разговор с руководством ФЭН у нас на эту тему довольно давно ведется, и, как бы, за тактирует красильник уже там много формалов, как это все, так сказать, упорядочить. Я думаю, что мы это именно так и приведем к чувствам. Были у нас серьезные контакты и кадровые, естественно, в том числе с нашим зарубежным партнерами. Вначале, что, как у Алексея Сергеевича здесь представлены, понятно, были люди из конкурсия, Ильичок на сегодня у нас тоже в команде, он выполняет, так сказать, определенные задачки. Так что здесь кадровый подпор вот из такого, так сказать, места он по-прежнему не есть. Ну, дальше, поскольку я вот эти вещи представил из отчетов Минитора, к нам приезжал Афонин Владимир Васильевич, это человек, курирующий наш проект, следящий за ним внимательно, и я, собственно, ему предъявил вот эти все вещи по оборудованию, по карту, по всему. Он к нам приехал, вот видите, 12 ноября, ну, сначала, так сказать, пообщался с руководством, а Ани Сергеевич и не был важен здесь, как вот здесь остальной наш, межгородский коллектив. Дальше мы прошлись по оборудованию, вот вы видите, все оно есть, все на ходу. Пытаюсь иногда что-то вздыхать, но мы это довольно быстро чили. По крайней мере, вот это все в рабочем состоянии. Я тут быстро пролистаю ближайший слайд-шоу. Это условно чистая зона, не совсем. Это наша хим-лаборатория. Здесь тоже это все есть. Шкафы, центрифуги, кое-какие материалы заведены. Сейчас продолжаем эти закупки. Это некий предмет гробистой установки вакуумного напыления, который университет купил. И ссорное адсирование, и она тоже нахожу работает. Итак, несколько все-таки слов по этим результатам и проблемам. В основном я Сергеевич и Косвету, поэтому я совсем бегло, так сказать, остановлюсь на том, чего может быть он пропустил. Ну вот, по статье я уже вам говорил. Огромную трудность с финансированием я все-таки еще раз должен предчеркнуть. И, видимо, этим я и закончу, у меня в последнем слайде, как раз на объекте здесь некая информация. По поводу Олимпа. Ну, если, знаете, Сергеевич еще оптимист, и он говорит, что, ну, наше участие уже, как бы, отсутствует, но он все-таки надеется, что Олимпа полетит в 2015 году, ну, вот тут у меня другая, так сказать, точка зрения, причем она у меня юридически поддержана, у меня здесь есть пакет документов, где я распоряжением министра науки и образования Ливанова, вернее, подписал Огородово, когда Ливанова не было, уполномоченный за запуск Олимпа, вот, и я буквально на прошлой неделе послал Павлу Кубернову официальное письмо, что я запрещаю старт Олимпа в текущем году. А причина очень проста. Циркуполярные вихри летом над полюсом имеют быть в конце мая, в начале июня. Ну, может быть, до конца июня что-то сохраняется. В конце июня запускать уже бессмысленно, уже, как бы, так сказать, вихри рассыпался, и вот этого круга шар отписать не может. Зимой запуск возможен, зимой тоже есть в декабре вихри, но зимой можно запускать не обсерваторию, а только прозы шар. Дело в том, что в Антарктике шары запускают в декабре, а в Арктике шары запускают в июне. Солнышка нет, господа. Солнечные батареи не обеспечены энергетикой. Поэтому 15-й год в Амадаре. Физически ваш полковник слуга не успеет согласовать с пограничниками, с Росавиацией, с ПВО и со всякими прочими структурами этот полет шара, а декабрьский полет он бессмысленен, поскольку энергетика не будет отрывать. Солнышка. Спасибо. Где-то будем знать, что за акцентами нет, ну вот как бы в этом году я и главный, потому что главный. Нет, вот здесь как в распоряжении министра я являюсь как в таких представителей Российской Федерации. Ну и кстати, на прошлом воркшопе я рассказывал, на самом деле я благодарен этому проекту, поскольку вот эту кучу трудов по согласованию мы конечно сделали, вроде как зря собаки под хвост, но с другой стороны мы съездили на Шпицберген, на прошлом воркшопе вам докладывали, как интересна была эта поездка, то есть это стоит, так сказать, стоило, по крайней мере. И возможно, он ростет. Соглашусь я и с Марием Сергеевичем по части проблем с нашей исполнительской, если хотите, технологической дисциплиной. Довольно часто у нас есть провалы, вот один провал я провал буквально сегодня. Вот мы сейчас делаем единственную работу, по которой сейчас есть деньги срочно. И вот из мастерской мне принесли вот такую замечательную поделку, прекрасную поделку, ну вот, и черт-лежбу хороший, но проблема мелкая, неаккуратно померили резьбу и указали не тот шаг резьбы. Резьбу надо перелезать, но вы понимаете, что резьбу перелезать нельзя, это все в помойку. Ну и вот такого рода провал у нас регулярно случается, причем я посмотрел, это и мой пол, поскольку есть только одна подпись разработчика, нет, вот это все формальности, нормы контроля, все прочее, это нужная вещь. Но мы думали быстренько сделать, чтобы запустить вот эту камеру для вакурового вультуфиолета. Ну и запустили. Ну и переделают через два дня, но это затраты, это проблемы, это трудности. Ну, по поводу остальных вещей Сергеевич достаточно детально все рассказал. Вот, про ЦКП я вам тоже сказал. И вот эти экспедиции замечательные, в разные места, они были очень интересны, но в частности была экспедиция на Суфу, вот здесь есть хороший отчет, так сказать, я рекомендую это смотреть. Была, кстати, поездка, командировка в Суни-Тома в Японию, где мы договорились с японцами о сотрудничестве в сфере гриогенных дел. Были и другие поездки, экспедиции, но здесь Владимир Сергеевич вам отчасти это сказал, ну вот, кое-какая еще дополнительная информация есть, но потом хотелось сказать про образовательный процесс тоже. По поводу заявочной компании. Да, мы очень много сил и времени тратили на всевозможные заявки, но мне кажется, недостаточно тоже эффективно. Многие колы уже проспали, отпустили, в некоторых случаях мы написали плохо подумать или не очень удачно. Конечно, надо учиться и надо эффективнее это все решать. Кстати, да, небольшая вавилка все-таки наши ежемедельные оперативники, они держатся, то есть каждый понедельник мы собираемся и каждый понедельник Мэри Сергеевич с нами, с каждым или с жильем, поскольку все-таки приезжает, и мы продолжаем эту работу. И каждые полгода наш локшоп мы собираемся и детально уже анализируем в таком очень личном контакте. следующий слайд я взял и посмотрел что же мы сумели вот уже желтым цветом выделил РНФ да, мы написали ряд заявок в Российский научный фонд и провалили их полностью мы не выиграли ни о том заявке ну мы поняли сейчас и мы промахнулись надо было для Сергеевича пускать не на 20-ти миллионник сразу а на 5-ти миллионник так как сделал наш партнер Сергей Полович Никитов он полный партнер он тоже по радиоэлектронике тоже грант первой волны но он не стал замахиваться на 20-ку а получил 5-ти миллионник хорошо хорошо мы же на 5-ти миллионники послали молодежь которая с блеском провалила вот а 20-ти миллионник Сергеевичу не дали по совершенно фантастической мотивации мы читали отзывы экспортов экспорты сказали что эта команда и так прилично поддержана то есть по науке проблем не было претензий не было а лучше поддержать тех кого еще не поддерживают ну и таким образом мы и не то ни другое не получили слава богу что получили моновский конкурс по госзаданию это конкурсная часть на эти деньги сейчас ведется домометрическая тематика получили пару конкурсов РФФИ ведем активные работы по взаимодействию с партнерами привлечения хостоговорных средств но здесь есть большие трудности все идет вяло все идет вязко но в частности мы планируем получить большой контракт совместно с нашими партнерами из ИРЭ ИСИСа ИФАНа с китайскими коллегами вот уже здесь даже часть сметы подписана Дмитриевым за 8-ми метровый приемник брала с нашей командой так сказать уголовец Алексей Федорович но китайский проект пока тормозится очень все идет медленно хотя повторюсь уже законтрактовано запарафировано вот здесь кучи китайских подписей на контракте есть но этих денег физически пока что нет долго я боролся кстати сказать с Павлом с Павлом но он профинансировал эту поездку в конце прошлого года людей не пришли но как бы показать их так же как и Гранд Керс УФИ невозможно в отчет формально потому что заплатил заплатил лично мне мои командировочные расходы я ему послал билеты соответственно здесь я везде ездил бесплатно за свой счет Гранд Керс УФИ вы его знаете это вообще стали индивидуальные субсидии ну например Гриша Бурнов получил Гранд Керс УФИ он об этом будет рассказывать на свою стажировку в САО да это наш сотрудник но он его получил но эти деньги никак не покажешь так же как удивительно деньги на наш локшоп это тоже Гранд Керс УФИ мы тоже его не в состоянии показать довольно странно все но тем не менее это есть так что же все-таки финансировал ЭТП ну во-первых деньги и госзадания вот эти вот одна третья часть это 15 миллионов они поступают только в конфиденцию поэтому а у нас есть 4 штатных сотрудника по которым я вам говорю так вот деньги на содержание этих штатных сотрудников университет заплатил так сказать с начала года полная и они чистые здесь штаты зарплата конечно невелика вы принимаете стандартные вузовские зарплаты но тем не менее это будет дальше полное хозяйственное содержание наших помещений это тоже значимые деньги и наконец новый ход нас сейчас будут переселять приказ вчера подписан в новые площади ну я вам их покажу так сказать в рамках следующей экскурсии мы будем там работать рядышком это весьма серьезное положение университета ну а дальше наш проект мы показали устройки вы понимаете большие деньги поэтому нам легко было показать 60 миллионов и так вот это уже вход в наше новое помещение вот это то что увидел глазами монитор поэтому нас по крайней мере министерство проконтролировало что это не просто туста какая-то что университет какими-то деньгами отчитывается неизвестно какими это наше помещение в ноябре месяце мы делали предварительно прием этих помещений написали кучу замечаний вот эти замечания пытались устранить 30 декабря нас снова просили повторно принять эти площади но ничего не вышло мы опять написали кучу замечаний но к весне я думаю мы поедем в эти помещения они будут доведены ну это как тоже из прошлого раза по части китайского проекта как я уже сказал один из 100 диапазонов мы планировали делать здесь в техническом университете другой диапазон мы собирались сделать с нашими партнерами трехдневной метровой из института прикладной физики и Рейли Сиса ну вот это некоторые иллюстрации по поводу моей поездки в Шпицберген слева вы видите губерам справа видите Алип Алипа так и зависла внизу последняя картинка где Паула Эльбернарда и Силия стоят так сказать в русском ангаре на Шпицбергене с приготовленным алимпом полету и там лежит внутри вот этой всей вот середней картинки баллометр на холодных электронах Рейли Кузьмина но он лежит подключенный только с целью исследовать его нечувствительность космическим лучам о чем говорилось то есть он не в качестве боевого приемного элемента но и этот полет повторюсь не состоит по известной причине но попутно что называется за эти же деньги мне удалось съездить и в пирамиду и в Баленсгор вот тут вот две картинки приведены но это особый и длинный разговор туда можно минуту чего интересно продвинуть и так еще одна поездка о которой я вам сказал это поездка на Суфу здесь просто отчитываясь Суфа все-таки сейчас обрабатывается у нас здесь австрокосмический центр Фиана это вот наш отчет в Фиане это приемник который изготовлен институтом преподобной физики то и такой же приемник мы с вами закупили из средств нашего гранта с которым мы объездили всю страну практически но на Суфе были вот такие предстательные планы и вот собственно наша объединенная команда и ПФАН и МГТУ и если хотите даже АКЦ поскольку АКЦ отчасти финансировала эту поездку на Суфе но вот это вот наши коллеги из международной обсерватории вроде уже даже как-то немножко мрачно стало но 12 декабря Владимир Владимирович Путин дал жесткое указание в виде вектора Сильвана вернулся в ту сторону на Восток дал указание достроить Суфу и вложить туда обещанные деньги мы очень надеемся что так оно и будет и вот сегодня вид примерно такой но это получение путинское которое мы ожидаем что оно выйдет в ближайшее время оно должно подпихнуть и выделить средства здесь тоже будет довольно много работы причем в том числе в нашей лаборатории это будет востребован ну а пока наша команда занимается исследованием мастер-климата прибор работает причем эти исследования уже сегодня принесли интересный результат там вот лежат панели они пока не смонтированы и Юрий Николаевич Артеменко руководитель с нашей стороны ну в общем-то выдумывает технологии как довести эти панели до состояния работоспособного до длины волны в 1 мм так вот те измерения которые сейчас мы провели они показали что на самом деле и не нужно вылизывать эти панели до чистоты обеспечивающей работу на ляму до 1 мм астроклимат там не так устроен чтобы работать в окнах прозрачности 1.3 или 0.8 мм короче 2 мм работать этот инструмент не будет а для 2 мм вот эти панели их текущие качества оно вполне рекламное так что в принципе мы сэкономили большие деньги для этого проекта другое дело что никому не хочется отказываться от коротких волнов ну и здесь тоже Гриша вместе так сказать с нашими партнерами из Узбекистана залезли на соседнюю горку вот и обнаружили интересный факт и дело в том что блато Суфа это некая чаша и туда вода стекается а рядом стоят окрестные горушки так вот на окрестных горушках можно поставить инструмент более высокочастостный с меньшим диаметром зеркала и вести наблюдение на более коротких волнов это уже как бы очередный рынок но вот здесь я на карте разместил некоторые точки нашего интереса отчасти мы их уже покрыли отчасти покроем в ближайшее время в том числе Гриша уже готовится ехать на Алтай я чуть позже попробую эту карту еще один доклад у нас сегодня не может состояться по очень простой причине мы довольно активно занимались попытками сделать охлаждаемый резонатор из алмаза уж больно было заманчиво еще один меграграмм здесь рядышком Джеймса Батлера который в институте прикладной физики занимается ращением алмаза выразил желание с нами посотрудничать и эту работу вел наш студент Борис Царев вот здесь он прислал нам уже из армии фотографию я ее встроил на презентацию которую мы с ним делали в лаборатории Джеймса Батлера мы делали там доклад и договаривались о сотрудничестве но вот я здесь уже посадил его в форме он уже принял присягу служит тематику мы не забросили и работа продолжается ну собственно в чем проблема более-менее понятно что побудило нас к этому чрезвычайно низкий температурный коэффициент людей на расширение алмаза он судит возможности изготавливать резонаторы с гораздо больше добротностью чем кварцы и все остальное то есть он очень стабильный в этом плане как и дефектора есть и второй мотивирующий эффект это то что потери у алмаза с снижением температуры падает и это тоже можно использовать и наконец есть еще одна для нас людей занимающихся высокими частотами особенность в отличие от всех остальных известных так сказать материалов резонантных у алмаза там на 2-2 потерь с частотой не растет а падает вот эти особенности так сказать насколько видят двигаются в эту сторону в надежде при охлаждении получить очень высокую добротность ну как бы прежде чем на таких драгоценных бриллиантах мы решили потренироваться на кошках тем более кошки они обещают серьезные перспективы в качестве кошки известны сапферы и у сапфера вот это зависит порядок добротности за порядок температуры мы же имея наш замечательный тритон еще три порядка запаса температуры мы можем замахиваться на очень серьезные добротности при очень глубоком охлаждении и этого хотелось сделать ну что до этого нам более-менее понятно в первую очередь конечно она как-то тормозит сделать некий резонатор на амоне шепчущей лереи ну как бы рассмотрели теоретически есть а потом засунуть его тритон ну и завести туда сигнал более-менее ясно но для первой задачи мы изготовили и собственно в прошлый раз уже борис докладывал изготовили энергоправку на которой медленно и спокойно команда бакера будет растить резонатор требуемой топологии вот ну а тем временем мы изготовили и сапфировый резонатор на котором мы будем тренироваться и всю необходимую оснастку для того чтобы провести эти измерения ну и вот уже в ближайшее время эти измерения будут вестись вот но я все-таки Бориса Саверова должен еще раз похвалить он сделал работу качественно и доброту прежде чем уйти в армию и под руководством Юрия Георгиевича Белова они опубликовали в журнале антенну да это не веб оф сайенс но это римс статьи на эту тему и что очень важно на последней страничке вот я крючочком выделил указана на первой страничке естественная афиляция а на последней страничке указана поддержка вот это и должно быть на всех статьях к сожалению далеко не на всех объектов я не стану сейчас распространяться на тему некоторых перспектив они как бы у нас есть и многие из них наверное Сергеевич и писал просто уже дефицит времени вот но не могу не сказать об одном забавном предложении оно в конце здесь вот прописано что сейчас есть пол позволяющий пригласить молодых постдоков которые недавно защитились с целью выполнять какие-то работы на это можно получить существенные деньги ну и вот мы уже на эту тему серьезно позупали и вот Константин уже здесь сидит в зале мы с ним обсудим обсудим в ближайшие два дня условия его участия в наших работах есть и защищенные люди и в институте прикладной физики свеже и в РЭ мы уже разговаривали на прошлой неделе так что я думаю что мы попробуем участвовать в этом конкурсе тем более что для москвичей и питерцев этот конкурс закрыт очень интересный конкурс Григорий Наумович, например, не может себе пригласить наших постдоков потому что там жестко ограживает только провинция да Виктор Константинович тоже взумился и питерских тоже обидел поэтому все гости к нам милости просят это интересное до свидетелей вот но надо искать молодых постдоков кстати у вас же по-моему недавно там защищаются какие-то ребята подобные ну здесь я просто не в силах сейчас этого всего охватить слишком много поэтому я должен перейти к заключительным своим фразам первое что мне хотелось сказать приказ 26 декабря по преобразованию лаборатории криогенной наноэлектроники в ценных криогенной наноэлектроники подписан есть так сказать согласие Сергеевича и мы его уже вписали в приказ быть научным руководителем ну как бы он не может быть руководителем директором так сказать поскольку вот этот уникальный статус руководителя лаборатории для приезжающих он был прописан в мегаграмм в штаб уже так сказать в режиме руководить подразделением дистанционно в таком режиме невозможно поэтому мы обсудили эту проблему ваш покорный звук дал согласие с исполняющим обязанности директора этого центра Гарин Сергеевич согласился с ним сотрудничать в статусе научного руководителя ну и остальные так сказать вещи мы в ближайшее время подберем будем работать и будем создавать необходимую нормативную план поэтому ближайшие планы это все-таки завершение отчета мы его сдали в течение 5 дней нам накатают замечания после этого в течение 5 дней мы должны эти замечания страдить и ответить и еще через 5 дней нас либо восславят либо не восславят но грант тем не менее закончится мы должны как-то жить дальше поэтому мы будем участвовать в новых конкурсах в договорах в том числе мы написали письмо и вот здесь Григорий научный просьба проконтролировать эту ситуацию мы рассчитываем на получение средств из финансирования научных исследований в вузах ну и как бы некое обоснование на тему что у нас мощный аппаратурный комплекс который должен поддерживаться постоянным штатам а не тем которые привяжены на гранты поэтому у нас есть заявка министерства на восемь ставок где мы хотим покрыть четыре ставки вот тех людей которые постоянные которые у нас здесь в трудовой книжке а остальное разделить на четвертушки и ноль одна с тем чтобы людей привлеченных привлекать в том числе студентов в которых реально мы будем платить из хозговоров и грантов но с тем чтобы они были как-то прибиты чтобы хотя бы случайно кого-нибудь там током неударен не оказалось что человек вообще делал отношения не имеет поэтому мы очень сильно хотим переезд в новое помещение нас ожидает дальше мы хотим сформировать вот тот самый центр коллективного это немножечко иной статус если центр наноэлектроники это внутринститутское структурное подразделение то ЦКП это некий формальный статус в министерстве и в министерстве он будет стоять на сайте и нас будут знать и видеть что мы такие вот а пользователи этого центра ну вот здесь я их перечислил далеко не всех многих мы хотим сейчас только начать приглашать вот в частности и Старобинский так сказать у нас в обойме и так сказать много других людей и ИГИ кстати мы тоже хотели бы Сюняевым тут был контакт определенный так что я думаю что мы здесь будем серьезным образом расширять нашу активность вот но чего бы хотелось это взаимодействие усилить с нашими промышленными это и ГИИС и КВАРС и НЕХ и ИСТОК и все остальные естественно я не написал только в Время Че но в Время Че это наши партнеры я их не стал выделять зеленым они с нами дружатся а вот зеленые у нас как-то немножечко они ушли в кусты ну будем стараться наращивать здесь так сказать взаимодействие и ждет нас естественно большая работа ее очень много и вот здесь все задают вопрос ребят а как же так сказать без денег ты жить ну и ответ здесь есть некоторый вот его нашел наш аспирант Антон Мухин вот ну вы знаете что мы в десятом году были богаты было много денег и начали с того что мы закупили кофемашину вот цена ее вот такая вот вот эта кофемашина эксплуатировалась в течение всего нашего миллигранта очень серьезно успешно она сейчас стоит уже в мастерской а тоже она уже ремонту непригодна ну и мы хотим вот сейчас начиная новую жизнь закупить новую машину вот но как-то вот двадцать тысяч что-то дорого смотрели смотрели и вдруг Антон Мухин притаскивает вот такую кофемашину цена вот видите здесь указана вот оказывается можно жить и работать и выдавать конкурентоспособный продукт причем я вам так сказать когда мы переберемся туда в лабораторию дам попробовать этот кофе это вполне достойный кофе который в машине за пятьсот тоже варится конечно хорошо быть здоровым богатым но можно жить и при дефиците средств вот пожалуй на этом мне хотелось и завершить перейти к нашему кофе-брейку вот ну а так глобально приглашаем на десятый юбилейный воркшоп который состоится я думаю все-таки через год работая в жестком режиме переграмм ну может быть сейчас мы будем полежать но тем не менее мы надеемся видеть вас всех здесь спасибо за внимание готов ответить на вопросы пожалуйста вопросу о векторе который сдвигается на восток мы говорили о том что он так сильно сдвигается что пересекает и тихий океан Чили Боливия Аргентина какие-то были разговоры разговоры были живых контактов не было пока к сожалению ну вот Степанов тут хочется остановить и